Привет, девчонки! Это Маша. В сегодняшнем видео мы тестируем волосатый гель. В прямом смысле слова волосатый, но забегая наперед, я скажу, что из него получились невероятно красивые нежные ноготочки. Кроме того, работа будет выполнена на ручках, которые принесли мне распрекраснейший пропил от другого мастера. Мы разберемся, почему этот пропил получился и что делать, если к вам на коррекцию приходят пропилы. Это ногти от другого мастера. У девочки мероприятие на носу и, как она рассказала, ей накануне в два подхода запороли ее натуральные длинные ногти и вот этого маникюра, который вы сейчас видите неделя. Девочка пришла на наращивание, так как есть люди, которые не могут ходить с короткими ногтями, им непривычно, неудобно и вообще не нравятся. Давайте посчитаемся в комментариях, вы за короткие или за длинные. Ну и вот такие ледышки мы ей нарастили. Молочно-белые ноготки со стеклянными полупрозрачными кончиками. Волосатый гель, которым я это сделала, он же со стекловолокном, стеклянный по сути. Шучу. Ну точнее, как гель и правда со стекловолокном, но такого эффекта можно добиться любым прозрачным гелем. Я покажу как, но пока давайте подготовим ручки. Я снимаю гель-лак, оставляя тонкий слой базы на ногти и укорачиваю свободный край в ноль, так как на миндаль такой длины форма ставится немножечко вверх. Я обещала рассказать про пропилы, пока мы до них доберемся, маленькая предыстория. С этими ногтями так получилось, что при коррекции пришлось спилить длинный натуральный миндаль в короткий квадрат, я не знаю по какой причине. Через три дня у девочки пошли отслойки, она обратилась в салон, который делал эту работу, ей предложили переделать. При переделывании работы ей снесли фрезой угол и из-за этого квадрат уже превратился в короткий овал. Как я выяснила у клиентки, трехдневный маникюр ей тоже переделывали, то есть пилили там, где пилить уже нечего было. Кстати, именно из-за того, что кожа получила стресс от такой агрессивной, по сути, двойной обработки, кутикула так сильно заросла всего лишь за одну неделю. Маленькая сносочка. Меня там не было. Эта история, это то, что удалось выяснить из рассказа клиентки. Я не критикую чужую работу, но хочу сделать разбор ошибок в надежде, что это хоть как-то вам поможет не допускать таких ошибок, которые мы наблюдаем сейчас. Первое. Если вы по своей вине снесли клиентке кусок ногтя, то справедливо будет предложить бесплатное донаращивание, если вдруг клиентка, как в нашем случае, не хочет менять форму или укорачивать остальные ногти. Но сейчас мы не об этом. Вторая ошибка. Пилить свежий маникюр. Скорее всего, под кутикулу набился опил от снятия, и мастеру показалось, что там есть что попилить. Это была первая часть ошибки. Пилить пыль. Даже делая плановый, так сказать, аппаратный маникюр, мастера часто увлекаются с пилешкой, принимая пыль за остатки птеригия. Если вдруг по какой-то причине вы переделываете свежие ногти, наносите кератолетик и сделайте условно европейский маникюр. Не надо пилить или резать трехдневную работу. В общем, клиентка принесла нам два типа пропилов, будем разбираться по порядку. Главный виновник этого пропила носик фрезы, а точнее неправильное его положение. Работа выполнялась вот так. Даже, скорее всего, носик шарил под кутикулой, и мастер не видел, что там пилится, работая на ощупь. Вспахав вот так вот ноготь, под кутикулой мы увидим еще больше белых шкурок, которые захочется запилить. Но это уже не птеригия, не пыль, а ноготь. Рабочая часть фрезы вот. Самый кончик на весу, он не должен зарываться в ноготь, и вы должны его видеть. Вы должны смотреть, что он пилит, видеть, что он должен спилить и что уже спилил. Второй вкусненький пропил на десерт. Вот это неправильная работа фрезы в синусах, а именно неправильное расположение и неправильные движения. Я немного зачистила, чтобы лучше был виден пропил. Это именно карман в ногтевой пластине, и там была фреза. Такие рытвины нельзя выпиливать. Зачистка площади пропила истанчит ноготь в этом месте, как минимум на глубину пропила. А это уже одна из причин нехолизиса. Максимум, что мы можем сделать, это убрать фрезером вот эту лошпайку, чтобы она нам не мешала. Включив реверс, я срезаю лишнее. Но на ногте остается царапина, которую, повторюсь, мы так и оставляем. Далее нужно очистить синус. Вот такими движениями был оставлен этот пропил. Одно неправильное движение. Синус был обработан в одно касание, и выход из синуса был под неправильным углом. То есть фреза просто вспарывала ноготь. Вот так мы обрабатываем синусы короткими штрихами. Это первый ключевой момент. И положение фрезы мы меняем угол от движения к движению, чтобы работать правильной частью фрезы. Ведем без нажима, с упором в кожу. Оттягиваем синус пальцем. Ну и когда проходим синус, уже беремся за боковые кармашки. Не проскакиваем синуса, как попало. В аппаратном маникюре в каждый момент времени мы видим, что пилим. Я смахиваю фрезой всю шелуху, что торчит из-под кутикулы. Затем отодвигаю кутикулу пальцем. И смотрю, что я должна спилить. Целенаправленно убираю. Смахиваю пыль. И смотрю, все ли я убрала. Если нет, то еще одна проходка. На деле это доли секунд. Пилим прицельно то, что нужно. Ни ноготь, ни кожу. Правильные движения и правильное положение фрезы. Ну и все получается красиво. Кутикулу срезала ножничками. Поставьте лайк, если увидели свою ошибку. И теперь знаете, над чем вам нужно поработать. Мне будет приятно знать, что видео оказалось для вас полезным. Ну и давайте приступать к моделированию. Вот это новая баночка файбергеля Мистик. Только открыла. И буду пробовать впервые вместе с вами. Это гель со стекловолокном. Тут много стекловолокна. И производитель заявляет, что гель очень жесткий, крепкий и стойкий. Сразу скажу, что я заранее провела опрос в своем инстаграм. Про аналогичные гели со стекловолокном. И девчонки, которые пробовали, подтвердили, что такие вот волосатые гели со стекловолокном действительно крепче. Пока я не сказала, что думаю, задержитесь. Какое ваше первое впечатление? Представьте, как вы работаете этим гелем. Я скажу честно, клиентка немного испугалась за остатки своих ногтей, когда увидела. Не каждый день клиенты видят такие чудеса. Ну а я же, как мастер, думала не сколько про волокна, сколько про пузыри. Торчащие волокна можно спилить, а вот пузыри могут стать проблемой. Не зря гель не перемешивают перед работой, чтобы пузырей не было. Ну, давайте, в общем, попробуем. Я вырезаю форму, устанавливаю и готовлю ноготь к наращиванию, обезжиривая и наношу базу. Это эко-база Мистик для гель-лака. Я вам ее показывала недавно. И, кстати, сообщаю, что она хорошо относилась у клиентки и очень легко спилилась. Она какими-то такими хлопьями спиливается. Она также подходит, как основа для моделирования, так что ее и наношу. Ну и теперь, пожалуй, самое интересное. Берем кусок этого самого файбергеля. Ощущение, как будто возюкаешь мокрой тряпкой. Непривычно, но и нажаловаться при этом я не могу. Гель особо не утекает. А то, что утекает, ты вот так вот подхватываешь кистью и собираешь эту тряпочку поближе к центральной оси. Очень непривычно, но при этом, как мне показалось, достаточно легко. Волокна торчат, но на данном этапе меня это не смущает. Но что касается пузырей, в большинстве повыходили. Я подложкой сразу сглаживаю, если это можно так назвать, стык ногтя. И сверху прям на мокрый гель, прям на подложку. Причем только на свободный край натыкиваю слюду. Это могут быть любые блестки, но слюда, она какая-то, знаете, более стеклянная. Поэтому я взяла ее. Сам по себе, после полимеризации, этот гель мутноватый из-за волокон. Он по прозрачности примерно как прозрачный акригель. Так что слюда это как раз то, что нужно. Вместе с волокнами получается очень крутой эффект. Без опила с файбергелем нам не обойтись. Я думаю, вы и сами это видите. Подложка маломальски подходящей формы и длины. Во всяком случае, лучше ее выгладить мешали волокна. Хотя, возможно, это и возможно, если запариться. Короче, чтобы не пилить дважды и не цепляться за куски торчащего стекловолокна в попытках смахнуть пыль, я делаю все сразу и также буду пилить все сразу. Снимаю кусок геля посрединке ногтя и подкручивающими движениями дотаскиваю его вверх. Ну а пока я его дотащила до самого верха, под кистью уже сформировался комочек, с которым можно как-то работать. Я затем его распределяю вдоль кутикулы, к боковым валикам и вниз по ногтю до самого кончика. Я бы сравнила эту штуку с гелем желе. Выкладка плюс-минус похожа и по свойствам тоже плюс-минус сходится. Ну, в смысле на ощупь. Более грубый этот гель, но лучше выравнивается. Да, эта штука выравнивается. Я переворачиваю руку, поправляю материал ногтем вниз и в целом получается что-то типа маломальски ровного блика, который пробивается через ворсистую поверхность. Его можно рассмотреть. Кстати, если вы тоже хотите попробовать этот гель или заказать другие материалы Мистик, у меня для вас есть скидка. Минус 10% по промокоду CREATE. Скидочка действительно до 23 июня включительно. Кому надо, подробности в описании. Теперь опил. К счастью, этот гель очень хорошо пилится. Ну, я начинаю опил. Сначала прощупываю опилочкой точки в роста, подгоняю ногти под одну длину, а затем пиля перпендикулярно ногтю округляю торец. Также пиля ноготь снизу ровняю параллели, чтобы они были симметричны. Ну и затем уже выполняю поверхностный опил. Когда ногти готовы, я полирую кутикулу, чтобы придать маникюру завершенный вид. Убрав опилки и пройдясь еще разок обезжиривателем, заканчиваем дизайн. Для придания молочного оттенка я использовала камуфлирующую базу для гель-лака. Кстати, я напоминаю, что если вы делаете ногти под гель-лак, то при выкладке материала или при опиле нужно закладывать в архитектуру ногтя объем будущего покрытия. Ну и, конечно же, это самое будущее покрытие нужно делать как можно менее объемным. Базу я наношу почти на весь ноготь за исключением кончика и растушевываю кисточкой для градиента на нет. База, кстати, очень понравилась. Она шикарно выравнивается даже на тонком слое. Равномерная, она никуда не убегает и хорошо просыхает. Такой момент у нее есть. В мощной лампе после сушки она сразу же желтеет, но уже примерно через полчасика снова белеет и все становится на свои места, она нормально носится. В общем и целом, база очень понравилась. Ну и топ тоже взяла от Мистик. Это с обновленной формулой. Он и блестит хорошо, и выравнивается легко. Он не густой, и на такую длину это как раз то, что нужно. Как мы знаем, а может кто-то еще и не знает, я сейчас скажу новость, но на смоделированные ногти лучше наносить более жидкие, необъемные топы, чтобы не искажать архитектуру и не добавлять ненужной толщины. В догонку хочу сказать, что такого эффекта можно добиться, выстраивая Апекс молочным гелем или же использовать нежно-белый акригель, гель-желе, то есть не обязательно делать молочный эффект гель-лаком. Но, кстати говоря, это же может быть и не только белый, правда? Это может быть бежевый или даже цветной. В общем, я идеи дала и буду очень рада увидеть ваши работы по этой видяшке. Выставляйте фотки своих работ в инстаграм с хештегом MashaCreate. Я их просматриваю, лайкаю и выбираю работы, которые я буду показывать здесь в конце видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...